Вера в судный день 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 Наступит день, когда люди будут торговать друг с другом Но среди них почти не останется тех, кто заслуживает доверия Люди будут говорить, что в таком-то племени есть некий муж, который заслуживает доверия Они будут восхищаться умом, хорошими манерами и силой людей В сердцах которых не будет веры даже весом горчичная семечка И затем Хузейфа добавил Было время, когда для меня не было разницы, с кем вести торговлю Это говорит славный сподвижник То есть после смерти пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям Первые же года Для меня не было разницы, с кем вести торговлю Если это был мусульманин, то его религия удерживала ее от мошенничества Если же это был христианин, то его удерживал от мошенничества правитель Но сегодня я веду торговлю только с тем-то и с тем-то И это говорит сподвижник пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям То есть это уже указывает на то, что в то время уже вера и доверие, верность Покинули человеческие сердца Что же про нас говорить? Сейчас мы это очень хорошо знаем Что даже мусульмане очень часто ходят доверие, заходят в мечеть И даже улема по этому поводу целые лекции выпускают Что не доверяйте тем, кто заходит в мечеть и читает намаз А потом наглым образом втирается доверие, обманывает мусульман и уходит И начинается все с ислама Я же мусульманин, но и ты тоже мусульманин Помоги мне, ты мне должен помочь Так и так Или берут долги, потом еще одного, еще одного, еще одного И всю жизнь живут в долг Нет, в таком сердце нет веры и верности Это мы хорошо знаем Денадцатый признак Увеличение числа надсмотрщиков и жандармов Абу Мама рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям Сказал, перед концом света в моей общине появятся мужчины В руках которых будет плеть, похожая на коровий хвост Аллах будет гневаться на них Когда они будут выходить из дома утром И возвращаться домой вечером И они не зайдут в джанна Сказал посланник Аллах, саллаху алейхи вассалям Это хадис перед имам Ахмад Но это тоже нам объяснять не надо Мы сейчас это каждый день видим во всем мире Тринадцатый признак Исчезновение религиозного знания И распространение невежества Еще одна беда, свойственная нашему времени Анас ибн Малик рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям Сказал, перед наступлением судного часа Исчезнет религиозное знание Распространится невежество Участятся прелюбодеяния Распространится употребление пеняющих напитков Увеличится численность женщин И уменьшится численность мужчин Так что на пятьдесят женщин будет приходиться всего один господин Это хадис приводит мама аль-Бухари и муслим Амар ибн Аль-Аз рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал Воистину, Аллах не лишает людей знания внезапно А лишает их ученых И мы видим, что сейчас в мире уже очень мало людей осталось Кому действительно можно обратиться, кого можно послушать Достаточно вспомнить, что в девяносто девятом году Сразу три великих ученых Не будет ошибки их назвать великими Сразу ушли Это шейх Аль-Банил, Саймин ибн Бас Сразу в один год ушли Это явные признаки приближения конца света И пророк, саллаху алейхи вассалям, продолжает А когда не останется ученых Люди будут избирать или избирают невежественных руководителей Их спрашивают, и они принимают самостоятельные решения В результате они сами впадают в заблуждение И сбивают с пути других Эти хадисы касаются религиозных знаний А что касается мирского знания, то оно распространяется Мы видим, что новые и новые технологии и так далее Но, как мы видим, эти знания, как правило, большинство, они несут вред Почему? Потому что они отвлекают людей от религии Они ни в коем случае не привлекают к религии Если бы эти знания мирские приносили пользу со стороны религии, вопросов нет Но мы видим, что от этого только вред получается И мы на сегодняшний день свидетели всем этим хадисам Ихузейф рассказывал, что постаник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал Ислам будет утрачиваться, как одежда утрачивает свою окраску В конце концов, люди не будут знать, что такое пост, намаз, жертвоприношение курбан или закат В течение одной ночи писание Аллаха исчезнет Так что на земле не останется ни одного записанного аята Но старики и старухи будут же говорить Мы слышали, как наши отцы говорили, что нет никого достойного для поклонения И Сула, рядом находящийся, его сподвижник спросил, это у Хузаифа Наверное, слова ля и ля халяллах не принесут им никакой пользы Если они не будут знать о намазе, посте, жертвоприношении, милости Хузаифа отвернулся от него Итак, Сула три раза спрашивал у него Хузаифа отворачивался Затем, не выдержав, ответил О Сула, они спасут их от ада Они спасут их от ада Они спасут их от ада То есть эти слова, они будут искренне говорить У них знания не будет Не надо думать и нас сравнивать Вот сказали слова, значит это спасет Мы знаем, мы знаем, что такое намаз Мы знаем, что такое пост и так далее Эти бедные люди невежествуют, они не будут знать Они будут искренне говорить и будут искренне думать Что ислам заключается вот в этих словах Ля и ля халяллах И поэтому, иншаллах, эти слова их спасут Потому что Аллах спонталя во многих аятах в Коране говорит Что Он не судит людей, пока не донесет до них религии истины А на тот момент, наоборот, религия истина Она исчезнет, она будет изъята из этого мира И таким образом мы видим, что перед концом света На сегодняшний день, это очень заметно Не останется таких знающих людей Которые можно действительно обратиться И которые тебе ответят на вопрос Не остается ученых И Анас рассказывал, что посланник Аллаха Саллаху алейхи вассалям сказал Судный час не наступит до тех пор Пока люди не перестанут говорить Аллах, Аллах Этот хадис передал нам мусульм И существует мнение, что люди вообще перестанут поминать Аллаха Однако, тут и более правильное мнение Что люди перестанут призывать друг друга совершать добро Они будут говорить Аллах, Аллах Но это не привезет им пользы И сейчас видно, что даже человек пьяный Если он является этническим мусульманом О Аллах, или же вечеринки Алзабилля Они делают там чокаются И делают дуаниш, дуат делают О Аллах, дай нам здоровье Давайте выпьем за здоровье Вот это то же самое есть Где слова никакой пользы им не принесут Даже если при этом поминается имя Аллаха А Алзабилля Наоборот, это и является отягочающим обстоятельством И поэтому, пророк Саллаху алейхи вассалям В хадисе от Ибн Масхудов сказал Что те, кого судный час застанет живыми Будут одними из скверных людей Самыми скверными людьми Это хадис передал имам Аль-Бухари То есть, кто застанет судный день Будет жить в то время Он будет самым скверным Из всей общины на протяжении всей истории Четырнадцатый признак Учащение прелюбодеяния Это нам тоже объяснять не надо Мы это все свидетели, это все видим Наоборот, сейчас задача молодежи убежать Как сохраниться от этого Потому что настолько стало доступно Настолько это пропагандируется Открыто показывается по телевидению По СМИ, газетах Везде печатают сцены этого Зина, что человеку надо прилагать усилия Если раньше он должен прилагать усилия Чтобы найти, каким-то образом совершить зина Сейчас, наоборот, надо приложить усилия Чтобы избежать этого зина Чтобы тебя не постигло искушение Вот как поменялось И поэтому Абу Хурайра Ради Аллаха Анаху рассказывал Что посланник Аллаха Саллаху алейхи вассалям сказал Клянусь тем, в чьей длани находится моя душа Эта община не исчезнет до тех пор Пока мужчина не станет укладывать женщину на землю Прямо на дороге Что мы сейчас видим? Вечером выйди Видишь эту молодежь, которая прямо укладывается на дороге Прямо на обочине дорог на асфальте И православа Салам продолжил А самые лучшие из людей того времени скажут Лучше бы ты укрылся за той стеной То есть никто осуждать не будет Что они делают зина открытой Они просто говорят Ну а тошли бы вон туда, за стену А то вы нам тут мешаете Или еще какие-то причины Просто им скажут Лучше бы вы укрылись за этой стеной Вот такие времена Они уже настали, к сожалению АбУ Хвайр рассказывал, что посланник Аллаха Саллаху Алейхи Вассалям сказал Перед наступлением судного часа распространится гриба Лихаимство То есть убрать излишки Хадис Табарани Имам Мудирь назвал его достоверным И Абу Хавейра, ради Аллаху Аху, также рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейки вассалям, сказал, наступит такое время, когда человек не будет придавать значение тому, как он зарабатывает имущество, дозволенным путем или запрещенным. Аль-Бухари Ахмадин Насаи передает хадис. На самом деле, тема торговли, иншалам, под ним очень важная тема, и для всех она нужная тема, и очень многие впадают в риба или совершают сделки, которые запрещены по исламу. Они называются харар, то есть где есть неопределенность, эта сделка запрещена. И многие не знают, что даже, по мнению большинства ученых, покупать карточки, где скидки в ленте продаются, это харам, это запрещено. Я сам не знал это, вот мы изучали этот предмет, это запрещено. Если тебе предлагают карточку купить, это сделка харара, она запрещена в исламе. И многие, многие, участие в акции, когда ты покупаешь товары, это просто для информации. Когда человек заходит в магазин и видит, зашел там за хлебом, видит, ага, он не хотел покупать мыло, но к мылу продается еще вторая упаковка. Это тоже запрещено. Почему? Потому что ты вынуждаешь сам себя тратить деньги на то, что тебе не надо. Если ты покупаешь и в этом тебе упаковано какой-то подарок, ты не знаешь, что ты покупаешь. Это тоже запрещено. Почему? Потому что там харара, если это входит в стоимость товара. Очень многие пункты, которые мы совершаем, они запрещены. По этой причине же запрещены азартные игры, лотереи и страховки. Почему? Потому что харар, когда одна из сторон является потерпевшей. Когда ты платишь страховку, заплатил 3000 рублей, а тебе компания обещает 100 тысяч рублей. Вот здесь харар. Ты не знаешь, ты получишь эти деньги или проиграешь. За год ты можешь проиграть эти деньги. А если ты получил деньги, компания проигрывает. Кто-то из участников получается внеопределенности. Такие сделки по исламу запрещены. Пророк Засулям запрещал. Поэтому люди сейчас пользуются торговлей и не знают, какой они хлеб кушают. А на самом деле большинство из нас, надо сказать откровенно, харам кушает. Харам кушает. Торговля – это отдельный вопрос. Сан-Шалам, и, наверное, будем разбирать для всех, это будет польза. Почему? Потому что даже не кредитные карточки, а карточки, где скидки, это тоже запрещено. Потому что ты неизвестно, используешь ее. Сколько ты вытащил? 200 рублей заплатил. А может быть ты не будешь ее использовать, карточку. И тогда у тебя харар получается. Опять неопределенная сделка. Ты эти 200 рублей не вернул себе. Ты взял, использовал в магазине, магазин закрылся. Ты вернул себе 10 рублей. Ты проиграл или выиграл? Ты 200 рублей же заплатил. А если ты ходишь каждый день, берешь, 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 магазин проигрывает, он 500 рублей тебе скидку сделал. Это неопределенность, это харар. А православа салям запретил такие сделки. И многое-многое другое еще. Начала мы разберем как-нибудь подробно. Также это уходит в проценты. Многие даже не подозревают, что они лезут в проценты. Когда обменивают одни вещи, меняют, покупают, продают и так далее и тому подобное. Особенно мы сейчас занимаемся торговлей, и это все есть процент. Проценты очень много присутствует. И православа салям в другом хадисе сказал, лучше человек сделает 36 раз зина со своей матерью, чем будет пожирать проценты. Зина с матерью своей сделать это лучше, чем пожирать проценты. Поэтому всякие ипотеки, кредиты, покупки стиральных машин, сотовых телефонов, машин, домов, все это запрещено строжащим образом. На это есть далиль. И процент риба входит в хадис. 7 смертных грехов назвал православа саллаху алейхи в салям. Из них как раз таки риба. 7 смертных грехов входит. 16 признак. Распространение музыки и песен. Сахаль ибн Саад рассказывал, что посланник Аллаха саллаху алейхи в салям сказал, перед наступлением конца света участятся провалы в земле, падения и уродства. Его спросили, о посланник Аллаха, когда же все это произойдет? Он ответил, когда будет много музыкальных инструментов и певиц, и люди сочтут дозволенному употребление вина. Хадис передал Ибн Маджа, шейх Альбани назвал его достоверным. Абумалик Ашари рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха саллаху алейхи в салям сказал, «В моей общине появятся люди, которые будут считать дозволенными совершение прелюбодеяний, ношение шелка, употребление опьяняющих напитков и использование музыкальных инструментов. Будут люди, которые поселятся у подножия горы. У них будет большое стадо, и однажды к ним придет обездоленный человек. Он попросит милостыню, они ответят. «Приходи завтра». Аллах покарает их ночью, водрузив на них гору, а оставшихся живых превратит в обезьян и свиней. Они останутся обезображены в Флой до наступления дня воскресенья. Хадис передал Бухари, ибн Аль-Каим подтвердил достоверность. И это уже было в истории, когда Аллах смотали, обезобразил иудеев, превратив их в обезьян и свиней. И мы сейчас видим, что про музыкальный инструмент тоже это даже говорить не надо, только нужно сказать, что как можно умудриться заткнуть уши. В транспорте, в магазин ли заходишь ли, в парке ли, где-то прогуливаешь на аллеях, везде висят динамики, откуда везде льется музыка. И даже телевизоры огромные ставят и в тех же магазинах, и в парках, где показывают те же не полуголых, а голых певиц и таких же голых мужиков, которые все это распространяют, аузбелля. В такое время мы живем. Семнадцатый признак – распространение вина и наркотиков. Аубада ибн Ас-Самит рассказывал, что посланник Аллаха, ас-Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Некоторые люди из моей общины будут считать опьяняющие напитки разрешенными и придумывать для них другие названия. Хадис передал им Ахмад ибн Маджа, а Альбани назвал его достоверным». Именно так поступают в наши дни многие люди, которые говорят, «Ну, в Куране же вино только запрещено, а я вот ликер пью, а я коньяк пью». И аузбелляич называет водку лекарством или же коньяк лекарством. Таким образом они как раз-таки входят в этот хадис, и это мы видим повсеместно. Когда я ему говорю, что разницы нет, он говорит, «Как разница?» «Вот Аллах сказал, и вино в Куране. Я вино не пью, все оставляю. У меня хороший дагестанский кизлярский коньяк. Кто хочет?» «Вот, пожалуйста, это можно». И начинает употреблять аузбелля такие вещи. Восемнадцатый признак. Украшение мечети и свитков Курана, что мы сейчас начали наблюдать. Хотя украшение мечети давно было, но свитки Курана аузбелля начали распространяться. И пример тому, Куран, который был куль-шарифе, вы, наверное, видели там в интернете, я не знаю, сколько, метр, что ли, он высотой. Он такой тяжеленный, что его читать не могут. Украшенный изумрудами и драгоценностями. Хотя сейчас мы возьмем хадис, что это харам. Его перевезли в Угар, сейчас он в этой мечети, тоже, которая мечет харам, он стоит там, в этой мечети. И Анас рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху, алейхи вассалям, сказал, «Судночас не настанет до тех пор, пока люди не начнут хвалиться друг перед другом мечетями». Хадис передал имам Ахмад, шейх Альбани назвал его достоверным. Абу Аддарда рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху, алейхи вассалям, сказал, «Если вы станете украшать мечети и разукрашивать коранические свитки, то вас постигнет погибель». Хадис передал имам Ахмад, шейх Альбани назвал его хорошим. Сильсиля хадиса сахих. Том, 3 страница, 337. Ибн Аббас рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху, алейхи вассалям, сказал, «Мне не было велено возводить высокие мечети и инкрустировать их гипсом». То есть всякая вот лепнина. Вот сейчас что делают там? До чего только мозг задумается. Вот всякие лепнины, что дорого стоит и не приносит никакой пользы, отвлекает человека. И мы видим, что везде привозят плитку из Турции, оттуда, отсюда она стоит бешеных денег и делают это. Хотя все это попадает в хадис, и никто из Ахабы, православа салям, никогда этого не совершал. Анас сказал, ради Аллаха, «Люди будут хвастаться мечетями и будут редко посещать их. Разве это не сейчас, в наше время?» Дал садага какой-то бизнесмен, директор предприятия, вот он мечеть построил. Он в жизни в этой мечети не был. Но он говорит, вот мы мечеть построили, мы выделили. Разве это не то? Это то один в один. И люди говорят, да, вот такой-то вот олигарх деньги дал. Он про эту мечету уже забыл давным-давно, он ее не посещает. И большинство людей не посещает. Вот мечеть стоит. Стоит полупустая, к сожалению. И дальше Анас продолжает, «А хвастаться они будут сделаны мечети украшениями». Ибн Аббас сказал, «Вы будете украшать мечети, как это делают иудеи и христиане». Хадис передал Ибн Ауд, и эти высказания передал имам Аль-Бухари. Когда Омар приводил в порядок мечеть пророка Медини, он велел тому, кто занимался построить мечети, ну, право по-нашему, «Защити людей от дождя, но избегай красных и желтых цветов, чтобы не скушать людей». Это приказ Амир-Мединин, и мы должны этому подчиняться. Поэтому выбрали зеленый цвет. Ахмедуля, не желтый, не красный, ахмедуля. Хотя один брат тоже сказал, что желтый, я забыл про желтый цвет, хотели покрасить. Сейчас, иншаллах, конечно, не будем этого делать. В Фадхоль-Бари приводится это высказывание. Аль-Мунави писал, «Шариат предостерегает от украшения мечети и разукрашивания коронических свитков, потому что красивые узоры занимают человеческие сердца, мешают сосредоточиться, отвлекают от размышлений и не позволяют человеку ощущать себя перед Всевышним Аллахом». И богословы шафиит, например, имам Шафи и ученые этого масхаба считают, что украшать мечети и даже кабу золотом и серебром строго запрещено, а другими украшениями нежелательно. И другие ученые сказали, что касается разукрашивания заповедной мечети в Мекке и мечети Ан-Наби в Медине, то это было сделано без согласия мусульманских богословов. А если они промолчали, то их молчание не означает согласие с этим поступком. Мечети были разукрашены несправедливыми правителями, которые не стали спрашивать разрешения у праведных богословов. Так и говорят ученые. Поэтому разукрашивают, приводят мечети, подобные христианам и иудеям, которые во всем стараются придать великолепие. И взяты ими же, это еще император Константин взял, это взято от языческих времен. А мусульмане взяли уже у них. Мечеть должна быть чистой, приятной, чтоб зашел и ничего тебя не отвлекало от поминания Аллаха с фанава тааля. Девятнадцатый признак. Состязание в строительстве высоких домов. В длинном хадисе Абу Хурейри сообщается, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, судно-час не наступит до тех пор, пока люди не станут состязаться в строительстве высоких домов. Хадис передал имам Аль-Бухари. Ибн Хаджар. Ибн Хаджар. Жил когда? В 700-х годах. По хиджре. В 773-м, точнее. В году по хиджре он родился и так далее. И в длинном хадисе он говорит, под состязанием строительства высоких домов подразумевается стремление людей построить для себя дом, который будет выше других домов. И возможно имеется ввиду, что люди будут хвалиться друг перед другом своими домами и разукрашивать их силаргожными способами. Уже сейчас мы являемся очевидцами подобного явления. И мы должны признать, что желание людей построить для себя нечто большее постоянно растет. И обратите внимание, эти слова когда сказаны 800 лет назад. 800 лет назад уже сбылось это пророчество пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Уже люди соревновались. Видите, как все уже сбылось. Кураны разукрашивают, метровые рубинами обложки делают. Страницы из какого-то там супердорогого материала. Для чего? Разве Куран это оболочка? Это внутрь. Мечети разукрашивают, дома разукрашивают. Сколько веков назад уже все это началось. 20-й признак. Неуважение к родителям. И хадис от Джибриили сообщает, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Девушка-рабыня родит свою госпожу, а босые, голые, обездоленные пастухи-верблюдов будут соревноваться в постройке высоких домов». Хадис перед Алимам Бухари и Муслим. И несколько толкований существует этого хадиса и разные ученые по-разному трактуют. И Аль-Хаттаби писал, что это означает, что ислам будет быстро распространяться, а его последователи будут завоевывать земли язычников и пленить их детей. От плененных девушек-рабыни родятся дети, а если отец их свободного господин, то его сын тоже господин, и получается, что его мать-рабыня, она получает рабыне собственную ребенка. И таким образом рабыня родит своего господина. Но однако Ибн Касир, Ибн Хаджир не согласились с этим мнением. Почему? Потому что они говорили, что покорение языческих земель происходило уже во времена пророку саллаху алейхи вассалям. А в хадисе говорится недалеко от судного дня. Аллах та аля алям. Хотя пророку саллаху алейхи вассалям сказал, что я отправлен, вчера мы брали этот хадис, вместе с судным днем, как вот эти два, я показал два пальца. Согласно второму толкованию, многие хозяева будут продавать рабынь, от которых у них родились дети. А когда ребенок вырастет, то он купит себе рабыню, даже не подозревая о том, что она является его матерью и будет повелевать своей матерью. Есть еще третье толкование, которое относится более уже к нашему времени, что дети будут обращаться с родителями ради выгоды, наживы, что мы сейчас видим, сдают дома престарелых и так далее. Лишь бы избавиться от родителей, чтобы получить их в жилплощадь или еще какие-то выгоды от этого извлечь, пытаются избавиться от родителей. Это тоже подобно тому, как господин пытается избавиться от своего раба и получается, что мать или отец на правах раба у своего ребенка. Двадцать первый признак. Учащение убийств. Абу Мусаль Ашари рассказывал, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал, перед наступлением судного дня наступит хардж. Его спросили, что такое хардж? Он сказал, убийство. Люди спросили, неужели они будут убивать больше, чем это делаем мы, то есть с врагами воевать? Такая армия. Они наоборот восхищаться начали. Неужели они будут, думали, наивные, сейчас наоборот, убегают от сражения. И говорили сахабы, мы убиваем более 70 тысяч людей в год, то есть воюем с врагами, противников убиваем более 70 тысяч в год. Пророк салаллаху алейхи вассалям сказал, это не будут сражения с многобожниками. Вы будете убивать друг друга. Люди спросили, и мы будем в здравом рассудке? То есть они удивлялись, как это в здравом уме можно мусульманам друг друга убивать? Поэтому они искренне удивлялись. И он ответил, посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, большая часть людей того времени будет лишена рассудка, и останется он только у некоторых. Очень многие будут считать, что они правы, хотя в действительности они будут далеки от истины. Этот хадис передал имам Ахмад ибн Маджа, а альбанин назвал его достоверным. И Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал, клянусь тем, чьи длони находятся в моей душах. Конец света не наступит до тех пор, пока не придут времена, когда убийца не будет знать, зачем он совершил убийство, а убитый не будет знать, зачем он был убит. Его спросили, как же это произойдет? Он сказал, это будут такие убийства, когда как убийца, так и убитые окажутся в аду. Хадис передал имам Муслин. И Абу Бурда, это табирин, последователь, рассказывал, что однажды он стоял на базаре и от удивления ударило одной рукой по другой. Один житель Медины, чей отец был сподвижником, посланник Аллаха, спросил его, чему ты удивляешься у Абу Бурда? Он ответил, я удивляюсь людям, которые исповедуют одну религию, веруют в одного пророка, призывают к одной истины, опираются на одни доводы, сражаются с одним врагом и, несмотря на это, считают дозволенным убивать друг друга. Он сказал, человек, не удивляйся этому. Мой отец рассказывал, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, мои последователи будут помилованы. То есть, сахабы, и кто последовал за пророком Мухаммадом, будут помилованы. В будущей жизни они не будут призваны к расчету и не будут наказаны, ибо их наказанием будет убийство, землетрясение и искушение. Это хадис перед Аллахом, Аз-Захаби и Альбани назвали его достоверным. То есть, в этом свете Аллах будет уже испытывать искренних мусульман, чем убийствами, землетрясениями и искушениями. Что мы сейчас все это видим? Искушение, вот и убийство мусульман, и мусульман друг друга убивают, и искушение со всех сторон, и землетрясение, и провалы в земле. В другой версии, Абумуссаль Ашари говорится, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, мои последователи будут помилованы. Они не будут наказаны в будущей жизни, но наказание постигнет их в мирской жизни. Это будут убийства, беспокойства и землетрясения. Хадис передал Имам Ахмад, Альбани назвал его достоверным, вот сейчас мы это тоже видим, и это пророчество тоже уже сбылось. И мы, иншаллах, мы считаем себя, что мы следуем за пророком, саллаху алейхи вассалям, стараемся хотя бы, и у нас искушение уже в этом мире. Неизвестно, будем мы помилованы или нет, но наказание уже идет в виде убийств, искушения, беспокойства и землетрясений. 22 признак. Разрыв родственных связей и неуважений к соседям. Абдулла ибн Амар рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, судный час не наступит до тех пор, пока не распространится беспутство, непристойности, разрывы родственных связей и неуважений к соседям. Этот достоверный хадис передал имам Ахмад. В наше время мы являемся светлым всего, о чем предупреждал пророк, саллаху алейхи вассалям. И мы видим, что люди разрывают родственные связи, про соседей уже вообще молчим, никакие права не соблюдаются, стараются своровать, что-то забрать, которое принадлежит своему соседу. И Джуверибн Мутяйм рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, не войдет в рай тот, кто разрывает родственные связи. Хадис передал имам Аль-Бухари, мусульм Ахмад Абу-Дауд и Ат-Тирмидзи. Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, кто верует в Аллаха и в судный день, пусть не причиняет зла своему соседу и хорошо обходится с женщинами. Хадис передал имам Аль-Бухари. Ибн Аумар рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, Джибраиль настолько часто призывал мне делать добро соседу, что мне показалось, говорит посланник Аллаха, что он будет его наследником. Как будто показалось, что Джибраиль будет наследовать или же сосед будет наследовать Джибраиль, или же Джибраиль будет наследовать у соседа. Настолько он часто призывал посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, делать добро своему соседу. Хадис передал имам Аль-Бухари, мусульм Ахмад Абу-Дауд и Ат-Тирмидзи. Это 22 признак. Тоже уже сбылось. Двадцать третий признак – ускорение времени. И Анас, ради Аллаху Анаху, рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Судный час не наступит до тех пор, пока не ускорится время. Год будет подобен месяцу, месяц будет подобен неделе, неделя будет подобна дню, день будет подобен часу, а час будет подобен времени к лени головни». То есть, насколько быстро горит головешка, так будет проходить час. И также существует несколько толкований этому хадису. Этот хадис передает Ахмад и Тирмези, Альбанин назвал его достоверным. Ибн Хаджар, Аль-Хаттаби, Ибн Аль-Асир писали, что время постепенно теряет благословение, в результате чего люди не могут делать за одни сутки то, что делали наши предшественники. Это мы тоже видим. Хотя у них не было никаких таких инструментов, что у нас есть, всяких электронных, навороченных, и телефоны, и машины, и что только нет. И инструменты какие-то, и строительные инструменты, которые слыхом не слыхали наши предки, но тем не менее они успевали своими, как нам сейчас кажется, примитивными инструментами делать намного больше, чем мы сейчас за то же количество времени. Согласно второму мнению, людям будет казаться, что время проходит быстро. Почему? Потому что счастливые дни, они быстрее проходят, чем тягостные дни, и будет казаться, что время очень быстро пролетело. Другие ученые говорят, что время будет ускоряться. Почему? Потому что появятся средства связи, скоростные транспорты и так далее, и тому подобное. Потому что люди будут передвигаться на большие расстояния, передавать информацию. То есть время, значит, ускоряться. Человек должен будет сделать уже больше за тот срок, за который его предшественник делал меньше. Аллаху Тааля, Аллаху Тааля, Аллаху Тааля, знает сам, что здесь является истиной. А может быть это три, скорее всего три, это и являются истиной. И двадцать четвертый признак. Сближение рынков. Абу Хурайра ради Аллаху Анху рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Судный час не наступит до тех пор, пока не появится фитна». Мы вчера ее разобрали смутно. «Пока не распространится ложь и пока не сблизятся рынки». Это хадис передал имам Ахмад, и имам Аль-Хайсамин назвал его достоверным. Смотрите, сегодня рынки действительно сблизились. Можно сказать буквально, мы видим, что рядом расположены рынки. Раньше люди собирались, ехали на ярмарку, где-то устраивали. Время, например, пророка Мухаммада, саллаху асалям, время хаджа. Недалеко от Мекки разбивался целый лагерь, была ярмарка, базары огромные. Люди приезжали со всей Аравии, привозили товары, к этому готовились. И действительно, это было событие. И потом, на следующий год только это ярмарка. Надо было до нее доехать, сутками, неделями ехали. А сейчас проблем нет. Поехал на одно рынок, тебе не понравилось, тот же день ты можешь на другое съездить. Третье, все рынки объехать штук 10, выбрать где дешевле, там и купить. Рынки сблизились. И даже мы сейчас видим, что на разных континентах люди узнают о ценах. Ну это биржи там, свидетельства. Когда люди узнают, торгуются, рынки сблизились. Он покупает лес в Бразилии, продает его где-нибудь в Канаде или в Малайзии. Это для него проблем нет. Сам находит где-нибудь в Европе он сидит. И он просто берет этот лес, что, кстати, тоже является гарар, запрещенный в исламе сделкой. Это нельзя такие сделки проводить. Он от лес в жизни не видел, он его не вывез, а уже продает. Эта сделка является харамом по шариату. Нельзя такие сделки проводить. Ты должен сначала товар забрать, вывезти его с базы, а потом уже продавать. Это будет правильная сделка. И также цены на многих рынках. Вообще в мире цены держат одинаково. Мы все видим, вот баррель нефти столько стал, унция золота столько-то стоит. То есть цены во всем мире примерно одинаковые. Это говорит о том, что мировой рынок стал общим, как один рынок. О чем не могли мечтать это раньше купцы. Им надо было, чтобы узнать цену. Или там специально вот они брали, чтобы там какую-то прибыль получить. Везли туда, одинаковых цен не было. А сейчас проблем нет. Если цена играет, то немножко. Вот на этой разнице делают обычно деньги. Большие торговцы, которые оптом торгуют. А вообще во всем мире цены примерно одинаковые. Это тоже ученые говорят признак того, что рынки сблизились. Аллаху та Аля Аля. 25 признак. Распространение язычества среди бывших мусульман. Как сказал посланник Аллаха Саллаху алейки вассалям. Вот это очень важный нам признак и тема. Касается каждого из нас так или иначе. В семье или друзья, если знакомы, которые страдают вот этой болезнью. Может быть сами этого не подозревая язычеством. Саубан рассказывал, что посланник Аллаха Саллаху алейки вассалям сказал. Когда мои последователи поднимут друг на друга меч, он уже не опустится вплоть до наступления Дня Воскресения. А судный час не наступит до тех пор, пока племена моих последователей не присоединятся к язычникам. И пока племена моих последователей не станут поклоняться идолам. Это хадис переда Абу Дауд от Тирмези. Шейх Альбани назвал его достоверным. Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха Саллаху алейки вассалям сказал. Судный час не наступит до тех пор, пока женщины с племени Даус не станут кружиться вокруг идола Зуль-Халаса. Это хадис перед Аль-Бухари и имам Муслим. И предсказанное посланникам Аллаху Саласалям уже сбылось. Несколько веков тому назад невежество мусульман достигло такой степени, что они стали поклоняться идолам, как это и делали язычники в доистамские времена. Ровина посланника Аллаха этой истории такова, что отряд из 150 сподвижников во главе Джарем Аль-Баджали по приказу самого посланника Аллаху Саласалям уничтожили вот этот самый идол. Однако спустя несколько веков нечистивцы, называющиеся мусульманами, возродили идол Зуль-Халаса и начали поклоняться ему. Это продолжалось до тех пор, пока в 1745 году правитель Неджда Абдуль-Азиз ибн Мухаммад, и как раз тогда имам Тамими, проповедовал и говорил, что от этого надо всего избавляться. Этот великий ученый призывал халифа-мусульман избавиться от тех идолов и уничтожить. И халиф Амир послушал его и отправил отряд, который как раз-таки разрушил этот идол Зуль-Халас. Это в 1745 году. Он располагался в местечке Табаль, называлось между Меккой и Йеменем. Но это еще не все. Однако после 1840 года, это можно посмотреть в энциклопедии, даже в советской энциклопедии об этом и сведении, в 1840 году невежественные арабы в третий раз подняли и возродили этот идол. Это знаменитый вообще идол. И лишь в начале 20 века, по приказу Амира Абдуль-Азиза ибн Абдурахмана, мусульмане окончательно разрушили этот идол. Видели, как три раза правокусы сказал, что не наступит судный день, пока женщины начнут кружиться. Три раза возрождали мусульмане этот идол недалеко от Мекки и поклонялись ему. Это достоверный исторический факт. Его разрушали, опять возрождали, разрушали, опять возрождали. Аль-Хамдули-Ля, только лишь сто лет назад окончательно его уничтожили. Аллах Тааля Алим. Может быть, какие-то люди опять думают, что его надо возродить. И мы сейчас видим, что язычество достигло небывалого расцвета. Каким только завуалированными словами его не покрывают. Это и поклонение Али, Рукали, языческие обряды на кладбище, посредники между Аллахом С.А. и людьми. И все это есть язычество, от которого предиспределил посланник Аллаха С.А. И все наши народы, которые являются, как они считают, истинными, исконными, мусульманскими, влезли в эту фитну, в это язычество и начали просеять у созданных. Если ты просишь созданных, делаешь дуат, и уже влез в язычество. Кто бы это ни был, пусть будет Пророк Мухаммад С.А. И как раз таки Аиша рассказывал, когда посланник Аллаха находился в предсмертной агонии, он натянул лицо в свою рубаху. А когда это стало мучить его, то есть ему так было больно, что он уже не знал, что дело натянул на лицо рубаху, потом опять ее стынул, и он резко из себя пришел и сказал, да пойдет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилой своих Пророков в храмы. Что такое храм? Где ты приходишь, поклоняешься, а могила там стоит. Сейчас мы это видим. Сейчас из могилы более-менее известного какого-то человека сделали храмы. Ходят и поклоняются. Это чистые воды многобожие. Если бы не это, как говорят сахабы, его похоронили бы на открытом месте. Однако этого не случилось, так как он сам опасался, что его могилу превратят в мечеть. Хадис перед имамом Бухари, имам Муслим. И мы везде видим, что это уже повсеместно стало распространяться. И в той же мечети Пророков, саллаху алейхи ва салям, стены его дома, люди лижут, облизывают, обтираются, не знаю каким образом пытаются там отколупать кусочек, думают в этом барракат аузабилля, и не просят у Аллаха спонатали. Аллах спонатали по этому поводу сказал, «Места поклонений, то есть мечети, принадлежат Аллаху. Поэтому не обращайтесь с мольбой никому наряду с Аллахом». Сураджины, 18 аят. И также Аллах спонатали повелел Пророку Мухаммаду, саллаху алейхи ва салям, приказать, «Я взываю с мольбой только к своему Господу, и никому не поклоняюсь наряду с ними». Это же Сураджины, 20 аят. Мы сегодня видим, что совсем наоборот люди еще наряду с Аллахом поклоняются, просят и называют это какими хотите именами, и это и есть предзнаменование, признак судного дня. И Муави, ради Аллаху ану, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи ва салям, сказал, «Воистину предшествующие вам люди Писания разделились на 72 секты, 71 иудеи, 72 христиане, и на 73 течения разделятся мои последователи. И лишь одна попадет в рай». И он назвал это джамаа. Ибн Масуд сказал, джамаа, то есть община, это те, кто на правильном пути, даже если их это мало. Даже если это один человек на правильном пути, поэтому, как сегодня примут, считает большинство людей так делают, так делают, сахабы так не понимали, это хадис. Ибн Масуд трактовал, что джамаат, это тот джамаат, где даже мало людей, но они на правильном пути. И поэтому, если люди собрались на том пути, пытаются поднять сунну, право саллаху асалям, даже это их мало, это джамаат, по свидетельству величайшего сподвижника Ибн Масуда. Именно так они понимали, а кто по-другому трактует, он ошибается Поэтому, если даже мало, и ты на пути пророка с Аллаху, алейхи вассалям, ты и есть джамаат И в другом хадисе пророк с Аллаху, алейхи вассалям сказал, что придут разные пророки к Аллаху И придет такой пророк, с кем никого не будет из людей, никто за ним не последует И он есть одна община, то есть один человек тоже может быть общиной джамаатом Почему? Потому что этот пророк, естественно, от Аллаха, и он на истине За ним люди не последовали, но это не беда Он является истинным пророком Аллаха Также и джамаат наш, если мало, ничего страшного, не беда Нисколько не вредит, на количество не надо смотреть Надо смотреть на качество по свидетельству пророка с Аллаху, алейхи вассалям, и его сахаба И дальше в этом хадисе посланник Аллаху, алейхи вассалям, сказал Среди моих последователей появятся люди, которые будут верны своим порочным взглядам То есть ему говорят, что это брат, это язычество, это ширпе дело, что он на плохом пути И про них сказал посланник Аллаху, алейхи вассалям Они будут верны своим порочным взглядам, как собака верна своему хозяину Этими взглядами будут проникнуть каждый сосуд, каждый сустав. Этот хадис передавал Абудауша и Альбани назвал его достоверным. То есть их порочные явления, воззрения, умозаключения даже в каждый сустав проникнут. Что их переубедить и наставить на прямой путь не представляется возможным, о чем сказал посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям. Однако, по свидетельству пророка саллаху алейхи вассалям, целиком мусульманская община никогда не будет на заблуждение. И Саубан рассказывал, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, Часть моих последователей всегда будет отстаивать истину и одерживать верх. Им не причинят вреда те, которые оставят их без своей поддержки. И даже когда исполнится воля Аллаха, то есть наступит судный день, они будут на правом пути. Этот хадис передавал Муслим на тирме Зибин Маджа. То есть часть мусульман всегда, альхамду лиллян, на правильном пути, пути пророка Мухаммада саллаху алейхи вассалям, халифу алейхи вассалям, его праведных халифов. Это был 25 признак как раз распространения ширка, распространения язычества, которое сейчас в мире очень практикуется. И вот даже этот знаменитый идол, его три раза разрушали, три раза арабы недалеко от Мекки его опять восстанавливали и ходили, молились к нему, алзубилля. 26 признак. Используют черные краски для волос и бороды. Ибн Аббас ради Аллаха рассказывал, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, Перед наступлением конца света появятся люди, которые будут отращивать бороду, похожую на голубиный зоб. Голубиный зоб, что такое? Маленькая. Сейчас такая мода же есть. Отрастил такую бороду и думает, это борода. Ибрани сказал посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям. Они будут отращивать бороду, похожую на голубиный зоб и красят ее черной краской. Они даже не почувствуют благоухание рая, сказал посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям. Хадис передал Ахмад Абуд Дауд Анасай, шейх Альбани, назвал его достоверным. То есть такая борода не считается бородой в исламе. Но, однако, надо заметить, что красит бороду другой цвет, не считается запретным в исламе, проблем тут никаких нет. И в день покорения Мекки, день Фатх, к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, привели Абу Кухафу, это отец Абу Бакара, наверное, вы знаете. Его борода была совершенно белой, он принял ислам, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Покрасьте его бороду, но избегайте черного цвета». Хадис передает Имам Услам, поэтому бороду красит, седьмой закрашивает черный цвет, запрещено в исламе. А другой цвет, обычно хну использует желтый цвет, проблем нет, пожалуйста, это можно. Это 26-й признак, вот эта борода, как голубинный зоб, и крашение черный цвет. 27-й признак, распространение алчности, то есть жадности. Абу Хурай рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ускорится время, исчезнет религиозное знание, распространится алчность, появится фитма и наступит погибель». Его спросили, «Что же это за погибель?» Он ответил, «Убийство». Хадис перед Имам Аль-Бухари, Муслим, Ахмад и Абу Дауд. Абу Хурай, ради Аллаху алейху, сказал, «Одним из признаков судного часа является распространение алчности, жадности». Иджабир ибн Абдулла, ради Аллаху алейхи вассалям, рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Остерегайтесь несправедливости, потому что несправедливый собернется мраком в день воскресенья. Остерегайтесь также жадности, алчности, потому что жадность погубила ваших предшественников. Она явилась причиной того, что они стали проливать кровь и разрешать запрещенное. То есть именно жадность подтолкнули людей на то, чтобы они убивали друг друга и разрешали харам. Как сейчас он хочет иметь, но у него денег нет. Вот он любыми путями, беря ипотеку, залазя туда-сюда, он хочет получить эту вещь. Хотя на самом деле это его жадность толкает туда, и это и есть признак судного дня. Хады Айад Ахматулла говорил, «Одни считают, что алчность погубила людей в мирской жизни, потому что породила кровопролитие. Другие считают, что она погубила их в будущей жизни, и это мнение лучше предыдущего. А третьи считают, что она погубила людей как в жизни на земле, так и на том свете». То есть жадность – это большой порог. И поэтому жадность, зависть у нас по отношению к другу не должна быть. Наоборот, надо помогать. Если ты видишь, что брат твой нуждается в чем-то, а ты можешь ему предоставить какую-то помощь, обязательно ему надо помочь, иначе ты попадаешь в категорию жадных. Никто не говорит, что надо последнее отдавать. Нет, все надо с разумом. Но тем не менее, алчность, жадность не должна присутствовать в сердцах мусульман. Двадцать восьмой признак – расширение торговли. Абдулла ибн Масруд рассказывал, что пророк саллаху алейхи вассалям сказал, «Перед наступлением судного часа люди будут здороваться только со знакомыми и повсеместно заниматься торговлей. Даже женщины будут заниматься ею вместе со своими мужьями. Но это тоже не надо рассказывать, доказывать. Мы это все прекрасно видим. И жены, и мужья сейчас везде занимаются торговлей. Даже в хач едут, стоят автобусы. Не будем говорить, с какого региона, все знают. Рядом сидят женщины, которые торгуют, все это распространилось. Это не харам, конечно, нет, можно торговать. Но те не имеют признак того, что судный день уже близок. То, что женщины, раньше женщины не занимались торговлей. И в Саудии, кто был, видел, не встретишь женщину совсем на базаре, где-то что-то делает, это правильно. Женщина, место дома. А у нас заходишь, тетка сидит такая, семечки щелкает на рынке, там раскладушка перед ней, вещи, это нормально. А мужик ее где-то там, он там пасется, где-то недалеко ходит. Вот мы, я говорю, ты что, ему же это, унижение сидеть. Его жена должна сидеть. А он там стоит, в машине сидит, музыку слушает или газету читает. А жена его семечки щелкает и продает вещи. Все это мы видим, все это знаем. Как раз таки это признак, аузабилля, судного дня, когда женщина занимается не теми вещами, которые ей положены. А мужьям это нравится, они попустительствуют, они сидят, думают, все, он все сделал, жена его должна этим заниматься. Этот хадис передает Ахмад и Аль-Хаким. Амар ибн Туглаб рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, одним из признаков судного часа является распространение и умножение богатства, а также распространение торговли. Хадис передан Наса, имам Ахмад и шейх Аль-Бани назвал его достоверным. Сельсилят аль-Хадиса Сахих. Абдуллах ибн Амар рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, какими вы будете, когда вам покорятся иудеи и византийцы, то есть спрашивал сахабов. И люди ответили, мы будем выполнять то, что повелел Аллах, но он возразил, а может быть нет. Вы будете соперничать друг с другом, завидовать друг другу, враждовать друг с другом и ненавидеть друг друга. Вы будете подходить к домам мухаджиров и следить друг за другом, то есть у вас будет подозрение в отношении друг друга, не будет доверия. О чем мы говорили сегодня, начали тему потери доверия, верности в сердце, когда у мусульман друг другу верность исчезнет. И они будут уже сомневаться, завидовать и следить друг за другом. Хадис передали муслим ибн Маджа. И откуда это все берется? Опять-таки, это жадность, алчность и это любовь к мирским благам. Конечно, мусульмане должны работать. Никто не говорит, что они должны сидеть в мечети целый день, саждать, делать. Нет, это тоже неправильно. Мусульмане занимают серединную позицию нашей религии, надо и работать, обеспечивать свою семью и отдавать Аллаху должное. Но твоя работа не должна быть целью. У нас сейчас наоборот. Раньше у сахабов было что? И табиарин тоже? У них была цель поклонения Аллаха, его завоевания, его довольствия. И они пытались на его пути делать много. А сейчас у нас что? У нас цель заработает дом, что сейчас мы уже прошли тоже, высокий, хороший, большой. Никто не запрещает, опять-таки, новую меру. Машина и так далее стала целью. И ради этого люди пропускают намазы, оставляют, закята не платят. Как мы вчера сбирали, не идут в хадж, а едут в Турцию, в Испанию отдыхать. Вот они считают, что это признак успешности, признак богатства. На самом деле все это запрещено в исламе. Ты сначала на пути Аллаха, съезди в хадж, а потом можешь ехать. Но и то там, как это ученый, тебе там делать нечего. Почему? Потому что ты, если это халяль пляж, если это халяль какие-то отели, все не будут глазеть на твою жену, и ты не будешь глазеть на других женщин, и так далее, будут раздеты там, то это не нужно. То это совершенно не нужно. И пророк Мухаммад, саллаху, алейхи вассалям, сказал, «Клянусь Аллахом, я не боюсь того, что вы будете бедными. Я боюсь того, что мирские блага будут расстелены перед вами. То есть у вас будут все блага, как они были расстелены перед вашими предшественниками. Вот тогда вы станете соперничать друг с другом, как соперничали друг с другом ваши предшественники. И это погубит вас так же, как некогда погубило их. Это хадис передали Бухари, Муслим. То есть он не боялся, что мы будем бедными. Нет, мусульмане, ахамдуля, не бедные. Но он боялся другого, что наоборот, Аллах спонтан даст нам все богатства, и из-за этих богатств мы будем убивать, завидовать друг другу, соперничать. У нас будет проблема, и это погубит нас, как погубило живших до нас народов. 29 признак. Учащение и землетрясение. Абу Хуэр рассказывал, что посланник Аллаха, Саллаху, Алейхи Вассалям, сказал, Судный час не наступит до тех пор, пока не участятся землетрясения. Хадис передали Бухари. И сегодня землетрясение происходит во всех практически мусульманских странах. Хотя Аллах спонтан даст обещал, что он не будет насылать подобные бедствия людям, если они будут на правильном пути. И в длинном хадисе Саубана сообщается, что посланник Аллаха, Саллаху, Алейхи Вассалям, сказал, О, Мухаммад, то есть это хадис Кути, Аллах спонтан даст говорит, О, Мухаммад, если я решил что-нибудь, то тому быть, это неотвратимо. Итак, я даровал твою общине то, что я не погублю ее, посылая на нее массовые бедствия. И не нашлю на нее никакого врага, кроме того, который находится в ее собственных рядах. И сохранит она свою целостность, даже если все население соседних провинций выступит против них. Но только до тех пор, Аллах спонтан говорит, то есть он подвел черту, за которую, если мы зайдем, все его обещания, они наоборот превратятся в угрозы и настигнут мусульман. Но только до тех пор, пока они не начнут губить и пленить друг друга. Что мы сейчас видим? Мусульмане стали враждовать терпения, вообще собранят по отношению друг к другу. Положение друга не понимают. Чуть милости не проявляют, рахма нет у них. Наоборот, ставят утопить и завидуют, убивают, пленят, проявляют бесчестие, несправедливость по отношению друг к другу. Аллах спонтанально поэтому насылает на мусульманские земли массовые стихийные бедствия. Это и Египет, и Узбекистан, и Афганистан. Прочитать можно много, где произошли крупные всякие катаклизмы или землетрясения. Поэтому людям хотя бы из-за этого уже надо одуматься и подумать, каким же путем они идут, как же они живут, откуда, почему это к ним приходит. Это явный признак того, что целые народы, целые страны, вообще весь мир мусульманский, не живет по законам Аллаха и даже не стремится исправиться. Тридцатый признак. Учащение провалов, падений и уродств. Аиша рассказывал, что посланник Аллаха с Аллаху алейхи вассалям сказал, перед наступлением конца света моих последователей будут поражать провалы, уродства и падения. И она спросила, о посланник Аллаха, неужели мы будем гибнуть, даже несмотря на то, что среди нас будут праведники? Он ответил, да. Это произойдет, если распространяться низость и коварство. Хадис-Пират Тирмези, шейх Альбани назвал его достоверным. Коварство сейчас среди мусульман, то есть вероумство, обман и так далее, это никого не удивит. Как мы уже сказали, даже Хузейфа, хранитель секрета провокса Аллаху алейхи вассалям, уже в то время говорил, что я даже сейчас боюсь с кем-то торговать. Я торгую с тем-то и с тем-то. А было время, когда я не думал, когда занимался торгой, я знал, что этот брат, он меня не обманет, потому что его от этого держала религия. И даже христианин я обманывал. Почему? Потому что его от этого держал мусульманский правитель. Он знал, что если он будет обманывать, то он получит по башке, и это ему будет нехило, мало не покажется. И религия Аллах одержала всех, и тех, и этих, и люди не боялись торговать. А сейчас проблем нет, низость и коварство распространились. Абдуллах ибн Амм рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, «Некоторые из моих последователей будут превращены в уродов или забросаны камнями с неба. Это будут люди, питающие вражду к религии и отрицающие предопределения». Хадис писал имам Ахмад, Шакир назвал его достоверным. И посланник Аллаху алейхи вассалям на хадесном Минбаре также сказал, «Если вы услышите, что одна из моих армий провалилась под землю, то ждите наступления судного часа». Хадис перед имам Ахмад, Шейх Альбани, назвал его хорошим. Абдуллах ибн Ахмад рассказывал от имени своего отца, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, «Судный час не наступит до тех пор, пока целые племена не будут проваливаться под землю». А люди будут спрашивать, кто остался жив из такого-то рода. И рассказчик, то есть этот человек Абдуллах ибн Ахмад, хадиса сказал, «Я понял, что речь идет об арабах. Почему? Потому что только арабов определяет по племенам, а не арабов определяет по городам и поселениям». Хадис имам Ахмад от Тавирани Абу Яля и Альбазар Альхайсами назвал его достоверным. Хасса, жена пророка саллаху алейхи вассалям, рассказывала, что слышала, как посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, «Армия будет направляться к Абе для сражения. Когда они окажутся на пустыре, в середине войска провалятся под землю. Оставшиеся воины будут взывать друг друга, то есть взывать друг друга, а затем тоже провалятся под землю. Из них спасется только беглец, который сообщит людям весть о случившемся». Этот хадис передал имам Муслим. Что же касается обезображивания грешников, то это, уляма говорят, это как и прямой текст хадиса, так и переносный. И священный Гуран Ахмад Ахмад говорит, «Вы знаете тех из вас, которые нарушили субботу иудеев? Мы сказали им, будьте презренными обезьянами». Сураль Бакараш, сапятый аят. Веселос Пантале уже тогда превратил иудеев в презренных обезьян. Ибн Аббас и другие муфасеры, Абин Аббас считается наилучшим муфасером, считали, что иудеи, которые сообщают в этом аяте, действительно были превращены в обезьян. В любом случае, как бы ни было, другие ученые говорят, что это будет нрав очень плохой, как у диких животных, у обезьян, у свиней и так далее. То есть человек вроде с виду человек, а внутри он как животное. Ему все равно, чем питаться, как находиться и пропитание, какие поступки совершает, как мы сказали, зина прямо на улице делает, обманывает, воровает, убивает. Это ему все равно, лишь бы он жил хорошо. Как бы ни было, в любом случае, как говорят у ляма, люди перед концом света будут отличаться всеми этими качествами. И будет много уродов, и будет уродов, которые и они в душе. И для них никаких запретов, хотя они будут называть себя и мусульманами, для них запретов внутри нет совершенно никаких. И они будут угнетать и мучить других подобных себе мусульман. Что мы сейчас и видим. Как число и уродства рождаются дети уроды, сами люди страдают таким болезненным, которые раньше не слышали. И также столько мусульман, которые не ожидаешь от него, какие поступки они совершают. Это говорит об их внутреннем мире. 31 признак уменьшения числа праведников. Абдуллах ибн Амр рассказывал, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, судный час не наступит до тех пор, пока Аллах не уберет с лица земли всех достойных людей, и пока на ней не останется одна черень. То есть это 31 признак идет из 30 признака. То есть черень в душе и снаружи. Они не будут призывать к добру и предостерегать от зла. Хадис передали имам Ахмад аль-Хаким, Ахмад Шакир и Хайсами назвали его достоверным. И под достоин людьми посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям подразумевал, как говорят Муфасир, шаха до хадиса делая, толкуя, тех, кто истинно придерживается религии Аллаха. А черень это та, которая не заботится о сохранении религии Аллаха и ведет себя так, как мы уже описали. 32 признак. Люди будут здороваться только со знакомыми. Это тоже нам знакомо и известно. Сейчас такое время, если ты салям дашь незнакомому человеку, скажешь, ты что, он тебя знает, что, больной, что ли, что такое, что он здоровается. По крайней мере, люди будут удивлены. Хотя на самом деле это сунна посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям. Ибн Масуд рассказывал, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, одним из признаков судного часа является то, что люди будут здороваться друг с другом только ради знакомства. Только ради знакомства, а не ради Аллаха. Это хадис передал имам Ахмад. Поэтому мы видим, что на сегодня сознание людей как перевернута. С незнакомыми людьми не здороваются, не дают салям. Даже многие, сколько раз мы говорили, объявляли, заходите мечеть, давайте салям. Почему салям не даете? Здесь такие же братья-мусульмане заходят. Пустой дом, надо заходить салям давать. Заходишь в мечеть, бессимуля, дай салям, а тебе что будет что ли? Почему не делаешь сунну? А потом говоришь, я из Уммы мусульман, я из Уммы правок салсулям. Элементарно, салям не можешь дать зайти. Когда в намазе стоим, даже сейчас, когда заходишь в зал, новый мусульман, пожалуйста, кто зашел, дай саляму алейкум. Все, заходи, садись, бессимуля. Это есть сунна. Заходишь в намаз, когда читают. Откуда мы знаем, кто сзади пришел? А когда мы слышим салям, мы уже знаем, что пришел мусульманин. Иншалла, беспокоиться не надо. Хотя из хадиса следует, что и беспокоиться в этом случае тоже нужно. А так и непонятно, кто там ходит, чем вообще занимается. Может, кто-то вообще по ошибке зашел. Салям перестали давать люди. И Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейкум, сказал, вы не войдете в рай, пока не уверуете. И вы не уверуете, пока не возлюбите друг друга. Указать ли вам на то, как вы можете возлюбить друг друга? Приветствуйте друг друга словами ассаляму алейкум. Это хадис передал Иван Муслим. Тридцать третий признак. Приход к власти обездоленных. Абу Хурайра, ради Аллаха, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейкум, сказал, воистину, наступят годы обмана, когда будут верить лагунам и перестанут верить правдивым людям. Когда будут доверять изменникам и подозревать в измене тех, кто заслуживает доверие. Когда слово будет за жалкими человечками. Его спросили, а кто такие жалкие человечки? Он ответил, глупцы, которые будут вершить все народные дела. Это хадис передал Иван Ахмад. Ахмад Шакир назвал хорошим. То есть, не веря в фатву ученых, не спрашивая совета, будет решать все народные дела. Хузейф Аймин Алияман сказал, что православ Ассалям рассказывал, судный час не наступит до тех пор, пока самым обеспеченный властным человеком не станет глупый раб. Сын такого же глупого раба. Это хадис передал Иван Ахмад Али Альбани назвал достоверным. Сейчас можно это видеть легко, в любой мечети зайдешь, там по своему фатву дают, не говорят, не знаю, надо спросить у ляма, алимов и так далее. Все, сразу фатва, можно вот так, вот так, вот так, спанала. Вот это правило, как раз таки, говорится, когда человек начинает давать фатва, не имея на то никакого права. Напиши, позвони, спроси, бессмыля дадут фатва, и ты от этого скажешь. И вот, как раз, 34 признак приобретения знаний от невежды. Все идет одно от другого. Абу Умей и Аль-Джумахи рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, Одним из признаков судного часа является то, что знания будут приобретать от маленьких людей. Хадис передал Ак-Табарани, шейх Альбани назвал его достоверным. И когда имам Абдуллах ибн Аль-Мубарака спросили о маленьких людях, он сказал, Это те, которые говорят то, что думают. Если же маленький человек передает то, что слышал от большого ученого, то он не является маленьким. Он также сказал, это еретики, которые вводят беда в религию Аллаха. Книга Зухт, страница 31, книга Зухт имама Ахмада. Ибн Масуд сказал, люди будут пребывать в благополучии, пока будут приобретать знания от сподвижников Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, и больших ученых. А когда они станут приобретать знания от маленьких людей, то впадут в противоречии за свои порочные желания, а затем погибнут. Хадис передает Табрани Абдул-Раззак. То есть обязательно нам в спорных любых вопросах возвращаются к Сунни и спрашивают Фатва Уляма. Это и есть правильный путь, что сегодня люди многие оставили. Тридцать пятый признак. Появление полуобнаженных женщин. Это тоже не надо комментировать и говорить, все об этом и так знают. Абу Хурайр рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Я до сих пор не видел два вида адских мучеников. Это люди, которые держат в руках плети, похожие на король и хвосты, и бьют ими других. То есть это жандармерии, полиции и так далее. А также одетые, но в то же время обнаженные женщины, которые склоняются в сторону и призывают к этому других. А их головы похожи на покачивающиеся верблюжьи горбы. Они не попадут в рай и даже не почувствуют его благоухание. Несмотря на то, что его благоухание будет слышно на очень большом расстоянии, в другом хадисе, на расстоянии 30 дней пути, там ревоят скачущего садника или же летящие птицы. То есть на очень большое расстояние распространяется благоухание от джаннат. Хадис передал имам Муслим. И несколько толкований ученые дают склоняющиеся женщины, которые склоняются в сторону. Первое. Это блудницы, которые уклоняются от поведения Аллаху и не сохраняют силамудрия. Испорченные женщины. Второе. Женщины, которые ходят, соблазнительно покачиваясь из стороны в сторону на каблуках. Поэтому каблуки в исламе для женщин это запрещены. Женщины, которые делают вызывающие прически. Женщины, которые склоняются перед мужчинами и соблазняют их своей красотой. В большинстве случаев ученые говорят, что все эти категории ходят в этот хадис. Абдуллах ибн Амар рассказывал, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал. Перед концом света среди моих последователей появятся люди, которые будут ехать вехом на седлах, чем-то похожими на ваши большие седла. То есть машины. Это говорится и про машины, как шах эту хадису делает уляма. Посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям говорит. Чем-то похожих на ваши большие седла, обтянутых кожей. Они будут останавливаться у дверей мечети. А их жены будут одеты, но в то же время обнажены. На их головах будет нечто похожее на горбы истощенных верблюдов. И смотрите, что дальше говорит посланник Аллах саллаху алейхи вассалям. Проклинайте же их, потому что они будут прокляты. Если бы после вас была еще одна община, то ваши женщины, вот эти именно полуобнаженные, стали бы слугами той общины, которая придет после. Так же, как женщины предыдущих общин стали вашими слугами. Хадис передавал имам Ахмад. Ахмад Шакир назвал его достоверным. Я думаю, тут комментировать не надо. Тридцать шестой признак учащения вещих снов. Абу Хурай ради Аллаху Анху рассказывал, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, когда ускорится время, сны мусульман почти не будут их обманывать. Тот, кто будет видеть самые правдивые сны, будет самым правдивым человеком. Воистину, сновидение мусульманин является одной, ну в одном хадисе 45, другой 61, 63, в третьем, 36 частью пророчества. Тем не менее, как бы ни было, это является частью пророчества. Хадис передали имам Бухари и имам Муслим. То есть, сны мусульман будут исполняться, и мусульмане в большинстве своем будут видеть вещи и сны, которые будут потом сбываться в жизни. Тридцать седьмой признак. Распространение грамоты и книг. Ибн Масуд рассказывал, что пророк саллаху алейхи вассалям сказал, перед наступлением судного часа распространится перо. Этот хадис передал имам Ахмад. Амар Ибн Туглаб рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, Одним из признаков судного часа является увеличение числа купцов, что мы уже говорили о торговле, и появление знаний. Появление знаний, но знания имеют в виду книг. Перо – это книги, но люди не будут брать эти знания. И подобно ослу, который везет на себе книги. Сейчас тоже полок книг, вон и внизу тоже привезли. Стараемся привозить, которые действительно соответствуют Ахиде мусульман, Ахли Сунны, чтобы не было беда. Оно купили, но я гарантию даю большинство, которые купили. Одно если прочитали, альхамдулля, я очень рад буду. А так, может быть, на полке стоит, и времени нет, и руки не доходят, и так далее. То есть, как раз таки подобен ослу, который везет на себе эти книги, и они красиво на полке стоят. Да, есть эти книги? Вопросов нет. У каждого дома купить не проблема. А польза? Польза есть или нет? Вопрос-то тут в чем? Не просто иметь книгу, а взять с нее пользу. Если Куран у тебя стоит на полке, что от этого польза есть? Как многие джахили, под подушку уложат, на полку он типа его хранит, а у Забеляли что-то делает. Разве это есть польза? Это только вред от этого. Хотя это Куран, но это вред. Почему? Потому что ты не берешь пользу. Ты делаешь ширк, ты на Куран надеешься, а не на Аллаха. На книгу саму надеешься. Хотя в этой же книге Аллах призывает тебя поклоняться. Ему просить, у него защиты и поддержки. Поэтому то, что мы покупаем и берем, мы должны пользоваться. Мы должны брать знания и распространять их, распространять. Раз Аллах спонтали облегчил нам, многим-многим людям, которые сейчас есть, живые, у них нет такой возможности, нет книг. И они только берут, учатся там, там слышат. Поэтому нам нужно пользоваться то, что Аллах спонтали дает нам. 38 признак. Пренебрежение необязательным предписаниями. То есть сумму многие сейчас откладывают. И это есть признак судного часа. То есть это же необязательно, вопрос стоит. Субхану, это же необязательно. Зачем это нужно? Это, говорит, хадис ахат. То есть это единственная цепочка передатчика, не муватер. То есть вот, говорит, это же хадис ахат, как я могу распространять его? Нет, он, наверное, недостоверный. Этому же брату скажешь, слушай, вчера в интернете кто-то, кто-то слышит. Да ты че? Сейчас пойду всем расскажу. Вот, оказывается, как. Хадису аль-Бухари не верят. Там один передатчик. А то, что в интернете услышал, прочитал, или кто-то какой-то брат сказал, все, моментально обижит всем распространяется. Субхану, Аллах. Все поменялось. Религия Аллаха всем меняет. Имам аль-Бухари, виллящащему хадису, признанным всеми учеными. Никто его не отвергает. Всю жизнь потратится на то, чтобы собирать, фильтровать самые достоверные хадисы. Ты видишь, что этот хадис не пойдет. У него один только передатчик. И сната у него один. А то, что тебе кто-то сказал, начинаешь сразу верить и делать. И вот оставление сунны, это и есть как раз таки признак судного дня. Ибн Масуд рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал. Одним из признаков судного часа является то, что люди будут проходить через мечеть и не будут совершать двух хакатов для приветствия. Хадис передал Ибн Хузаима. Аль-Банин назвал его достоверным. Все слят аль-Хадис ас-сахих. И в другом хадисе сейчас тоже возьмем, иншаллах. Аль-Банин Малик сказал, что пророк саллаху алейхи вассалям сказал. Одним из признаков судного часа является то, что мечети будут превещены в дороги. Хадис передал Ибн Хакам Ат-Та-Иляси. Имам Захаби подтвердил хадис. То есть люди сделали мечети дорогами. Заходят, проходят, зашли, вышли. Это говорит о том, что оставляют сунну. А это же сунну, ничего такого нет. И многие-многие сунны, которые он может, это сколько мы это уже в вопрос поднимаем, сколько призываем людей, чтобы не оставляли. Ты берешь себе капитал, ты берешь себе оружие. Это все равно, что у тебя есть автомат, и еще и гранату повесил то-то. Чем больше ты вооружен, ты еще какие-то навыки взял в бою и так далее, ты лучше встретишь своего врага. Ты будешь более готов к битве. А когда ты ничего не умеешь, у тебя огромный живот, ты не можешь передвигаться, никакого оружия у тебя нет. И ты знаешь, что враг приближается. Но ты самоубийца, другого слова нет. Как ты можешь его выиграть? Ты никогда его не выиграешь. Вот чем ты больше совершаешь сунну из того, что ты можешь сделать сунну, опускаешь ли ты бороду, совершаешь ли ты намазы после азана, после омовения, держишь ли ты пост по недельным четверг, и много, и много, три дня в месяц и так далее. Там много-много сунны есть, которые, аль-хамду-ли-ля, достоверно пришла от пророка Салсу-Ляма, которые делай, вот только делай, неких проблем нет. Но человек говорит, а зачем мне это надо? Это же сунна. И как можно относиться так к религии Аллаха? Мы это уже разбирали, когда разбирали мир джиннов. Что именно это твое оружие против джинов, против шайтанов. Он, че-то сунны, не может пробиться к твоему сердцу, к твоему фарзу, не может овладеть. Вот это и есть твое оружие. Ты защищаешь, наоборот, ты атакуешь. И в хадисе, который мы там приводили, православ Салсу-Лям сказал, что среди вас есть такие, которые сами повелевают своими шайтанами. Не шайтан повелевает, а люди повелевают им. Почему? Потому что они крепко держатся за верх в Аллаха. И Аллах спонталя помогает им. Помогает им повелевать своими шайтанами. Шайтан ничего не может сделать. Он скованный в цепи у такого хозяина. Почему? Потому что у него есть оружие, он вооружен. Он берет еще, 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 и дальше идет по пути Аллаха спонталя. Тридцать девятый признак. Вздутие нового месяца на небе. Абу Хурейра, ради Аллаху Анху, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, одним из проявлений ускорения времени будет вздутие нового месяца. Так что люди будут принимать однодневную луну за двухдневную. Это хадис передает Табарани. И в другом хадисе Анас передает, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, одним из признаков судного часа является то, что люди будут принимать однодневную луну за двухдневную. Это хадисы от Табарани. Шейх Альбани назвал его хорошим. Наверное, так Луна. Как сейчас ученые говорят, я смотрел, что Луна была раньше на более далеком расстоянии от Земли. Это уже не злобость фантастики, это физический закон. То есть Луна постепенно к Земле притягивается. И от этого большее количество уже отливов, приливов в морях происходит. От этого многие-многие вещи стали происходить по-другому. То есть Луна увеличилась. Раз она стала ближе, то, естественно, и на небе она визуально тоже кажется ближе, о чем сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи васалям. Вы можете это посмотреть, это все астрофизики говорят, что Луна приблизилась к Земле, стала ближе, чем была она раньше. Сороговой признак. Учащение внезапных смертей. Анас ибн Малик рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи васалям, сказал, одним из признаков судного часа является то, что участятся внезапные смерти. Это сейчас мы видим. Здоровый, нормальный человек, бегал, все, молодой, бах, у него сердце отказало. Тромб у него, в голове что-то замкнуло, что-то еще, и все, нет его. Идя назад, читаем. То есть это из признаков судного часа. Не было такого времена пророка Мухаммада, салаллаху алейхи васалям. А если было, то очень редко было. А сейчас это никого не удивишь. Да, говорит, бывает так. Ну что, вот, все, дя назад, читаем. Шеев передал это от табарани, шеев Альбани назвал это достоверным. Поэтому мы сейчас должны задуматься. Даже это и есть признак приближения судного часа. То есть судный час уже очень близок. И откуда нам знать? Может быть, мы как раз так в этот хадис зайдем. И молодые, может быть, у нас сердце откажет, или мозг кровоизлияния выводит. Но мало ли как, внезапная смерть придет к нам. Поэтому пренебреждения сунны. Чем угодно, что пришло в религии Аллаха, нельзя это себе позволять. Мы на том свете, в Аллахе, будем очень об этом жалеть и сожалеть. Пока у нас есть время, надо этим всем пользоваться. Таким барракатом, который Аллах Сфантали дает. Особенно сейчас, иншаллах, грядущий месяц Рамадан. Это вообще великая, шикарная возможность, чтобы заработать огромное количество аджира, иншаллах, перед Аллахом Сфантали. 41 признак. Люди перестанут знакомиться с окружающими. Хузейф рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, его спросили о судном часе. Он сказал, воистину, это известно только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления. Но я сообщу вам в его признаках о том, что произойдет незадолго до его наступления. Воистину, перед его наступлением будет фитна и хардж. Люди спросили у посланника Аллаха, мы знаем, что такое фитна, смута, но что такое хардж? Это же мы брали убийство. Он сказал, на языке эфиопов это означает убийство. Кроме того, люди не будут знакомиться друг с другом и с трудом будут узнавать кого-нибудь в толпе. Хадис передал имам Ахмад Аль-Хейсами, назвал его достоверным. Действительно, люди сейчас не стремятся к знакомству, не стремятся поддерживать знакомство, не знакомятся. А в толпе пролетают, смотрят по сторонам или знают своими мыслями, что друг друга даже и не замечают. Хотя они могут быть очень хорошо и знакомы, просто не видят. 42 признак. Распространение лжи. Это тоже не надо даже хадисы приводить, мы это все видим, это все распространено. И неизвестно, какому мусульману это вылезет, постоянно ложь, обман. Так что люди уже привыкли, это никого сейчас, к сожалению, к эликому не удивишь. Абу Хурай, ради Аллаху Анху, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Перед наступлением конца света среди моих последователей появятся люди, которые будут рассказывать то, чего не слышали ни вы, ни ваши отцы. Остерегайтесь их». Хадис передал имам Муслим. Абдулла ибн Асрут сказал, «Сатана будет принимать человеческий облик и приходить к людям. Он будет рассказывать им лживые истории и сеять между ними раздор. А человек будет рассказывать, «Это рассказал мне мужчина, лицо которого я хорошо запомнил, но имени которого я не знаю». Хадис передал имам Муслим. Абдулла ибн Амр сказал, «В море заточены дьяволы, которые приколал Сулейман алейхи салям. Очень скоро они освободятся и будут читать людям свой Куран, то есть свою книгу, которая является насквозь лживой». Хадис передал имам Муслим. Имам Анауи писал, «Смысл этих слов в том, что они будут читать стихи, которых нет в Куране, называя их кораническими аятами. Тем самым они захотят ввести заблуждение невежественных мусульман, но они, иншаллах, не сумеют сделать этого, по причине того, что будут знающие ученые этой умы, иншаллах». Шасахи Муслим, имам Анауи пишет эти строки. То есть мы видим распространение лжи, распространение недостоверных сплетен, информация эта сейчас везде на каждом шагу присутствует. 43 признак – учащение лжесвидетельств. Ибн Масуд рассказывал, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Перед наступлением судного часа люди будут давать лжесвидетельство и скрывать истину». Эта часть хадиса, только он более длинный. И Абу Бакрат рассказывал, «Мы сидели около посланника Аллаха, и он сказал, саллаху алейхи вассалям, не сообщит ли вам о величайших грехах, не сообщит ли вам о величайших грехах, не сообщит ли вам о величайших грехах, три раза повторил. Это при общении сотоварищей к Аллаху, неуважении к родителям и лжесвидетельство. Он лежал, облокотившись, но после этих слов сел и начал повторять сказанное. Он повторял до тех пор, пока сахабы не подумали, хотя бы он смолк. То есть они стали жалеть его. Столько повторял, повторял, повторял посланник Аллаха, что аж покраснело, видно было, как ему тяжело. И сахабы говорят, «Ой, если бы он умолк, потому что ему стало тяжело». Хадис передает имам Бухари, имам Муслим. 44 признак. Пренебрежение намазом. Тоже никому не надо объяснять. Мы сейчас это видим. Боль – это наши умы, оставление намаза, и каждый считает, что он является Муслимом. Он даже оставил намаз. Эта проблема великая существует. И с этим, конечно, надо бороться. С этим надо объяснять людям. Надо разъяснять людям, что это неправильно. И Всевышний намаз в Матале сказал, «За ними последовали потомки, которые забыли про намаз и уступили своим страстям, и которые окажутся в погибели». То есть оставили намаз, забыли намаз, Муфасир, говорят, «И окажутся в погибели». Сурам Марьям, 59 аят. Абуд Дардар, ради Аллаху Анху, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейки вассалям, сказал, «Первым, чего лишатся мои последователи, будет смирение в молитве. Когда человек не будет терпеть, когда у него не будет хушу, он не будет совершать намаз как нужно, у него не будет душевного настроя для этого. И придет время, когда ты не увидишь ни одного смиренного молящегося», сказал посланник Аллах, саллаху алейки вассалям. Передает хадис от Табарани, имам Альбани назвал его достоверным. Абузар рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейки вассалям, сказал ему, «Воистину появятся правители, которые будут опаздывать на намаз, но ты совершай намаз вовремя, а затем отправляйся к своему правителю. Если ты увидишь, что он уже совершил намаз, то ведь и ты уже совершил его. Если же нет, то соверши вместе с ним дополнительный какой-нибудь нафиль намаз». Хадис передал имам Муслим Ахмад и Анна Саид. Сорок пятый признак. Увеличение численности женщин и уменьшение численности мужчин. Анас ибн Малик сказал, «Я расскажу вам хадис, который вам не расскажет никто, кроме меня». Я слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейки вассалям, сказал, «Признаками судного часа будут исчезновение религиозных знаний, распространение невежества, распространение прелюбодеяний, увеличение числа женщин и уменьшение числа мужчин. Дело дойдет до того, что у 50 женщин будет лишь один господин». Хадис передал имам Бухари Муслим и Ат-Пирмези. Это образное выражение, как говорит ученый, что женщин будет намного больше. Не надо считать именно, вот взять пропорцию, сколько в мире сейчас там миллиардов женщин и сколько миллиардов мужчин, вот, и говорить, а, это не сходится. Нет. Улямая в шахе этого хадиса делает, что это образное выражение, аллегория, что женщин будет намного больше. Точная цифра, это просто посланник Аллаху алейки привел 50 для того, чтобы показать, насколько будет больше женщин, чем мужчин. Это подтверждается хадисом Абумусыр Ашари, в котором говорится, «Мужчина увидит, как за ним по пятам будут следовать 40 женщин, каждая из которых будет восхищаться им». Фатхальбари. Причина этого улямая называют «многочисленные войны». Затем мы сейчас видим пьянство, наркоманию, болезни, смерти. Намного раньше мужчины уходят. Половое бессилие сюда же уходит. Затем, аузбеля, вот эта болезнь народа лута, алейхиссалям, которая распространилась в мужеложество, когда мужчины живут с мужчинами, и женщины остаются. Даже сейчас видно, насколько больше женщин, чем мужчин. И многие, многие видим незамужние женщины. Их проблема единственная в чем, что они ищут принца на белом коне. Как сказал мне один брат, очень хорошая мысль. Они сначала ищут принца на белом коне, а потом без коня, а потом уже и не принца, а потом лишь бы выйти замуж. То есть проблема женщин на сегодняшний день вот такая. Сначала выбирают, выбирают, потом остаются одни и никому же не нужны. Хотя для женщины самое главное есть семья и ее дети. Выйти замуж, быть счастливой матерью, вот это действительно счастье для женщины. Быть замужем мусульман, неважно. Первая ты жена, вторая, третья. Нет, вообще, это беда. Это в исламе беда такое появилось. Время правого салсалям не было таких выражений, первая жена, вторая, третья, четвертая. Есть просто жена в исламе. И не жена. Такие цифры, это, как многие сестры говорят, это не очень правильно, действительно унизительно, что первая, вторая, третья, есть жена. Если она жена человека, она законная его жена. Неважно, она молодая, взрослая, какой по счету вышла замуж. И поэтому лучше ты будешь женой, не первой, но ты будешь замужем за настоящим мусульманом, иншаллах. Искренне. У тебя будет крепкая семья, никто тебя пальцем тыкать не будет, у тебя будут дети и так далее. В этом только благо. Мы видим с этого хадиса, что сейчас проблемы как среди мужчин, так и среди женщин. Женщины возгвардились, а мужчины не способны к созданию семьи по разным причинам. Не способны к созданию семьи. И даже мы видим, что если Аллах спонталя дает им детей, многие пытаются от них избавиться. А потом многие женщины очень об этом жалеют, у них появляются проблемы. Не могут забеременеть, причем потому что уже женщины в наше время не такие, как были причастны. Они уже слабые, здоровье не позволяет. А мужчины им в этом попустительствуют. Следующий признак, 46 признак, преображение Аравийской пустыни в сады. Мы сейчас знаем, кто бы хаджи видел, проезжал из Мекки-Медина, обычно на автобусе ездят, что там ничего нет, кроме пустыни. Макаки бегают, обезьяны, там видно верблюды ходят. Воды вообще нет, у них еще просто пустыни. И вот православ сказал, что там будут сады. Абу Хурай, ради Аллаху Анху, рассказывал, что посланник Аллаху, саллаху алейхи вассалям, сказал, судный час не наступит до тех пор, пока арабская земля вновь не преобразится в пастбище, по которым потекут реки. Сейчас Саудовская Аравия является, по-моему, единственной страной в мире, в которой вообще нет рек. Ни одной реки нету, кроме колодцев. И православ сказал, что по ней потекут реки. И как у Ляма говорят, сейчас уже предпосылки к этому есть. Везде там, кто поедет, увидит, большие трубы проводятся, вода бежит, опресненная вода от океана бежит по земле. И возможно это, а православ сказал, а чем это не река? Эта труба диаметром, маша Аллах, там человек стоим может зайти. Чем это не река? Искусственно, но это же река. Возможно это. Возможно, Аллаху Анталий изменит климат, и реки будут естественные. Как бы то ни было, но это будет. И мы сейчас уже видим, что путем этого рожения земля преображается, на ней начинают расти финиковые сады, там, где раньше даже их не было. 47 признак. Учащение дождей и уменьшение растительности, несмотря на то, что дождей будет больше. Абу Хуая ради Аллаху Анталий рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, Судный час не наступит до тех пор, пока не начнутся проливные дожди, от которых люди не могут укрыться в глиняных домах. От них смогут защитить только дома с кожаным перекрытием. Шифер тогда не было, правда, саллаху алейхи вассалям сравнил, глиняные и кожаные, то есть глины не выдержит. Глиняные дома будут смываться. Мы видим сейчас, он даже, посмотрите на наш Сочи и так далее, юг России, затопило. Такие дожди идут, маша Аллах, там все сносит в своем пути. Геленджи, Крымск, город, весь затоплен, по грудь людям вода. Вот такие дожди сейчас льют. Мы это все видим. Хадис передал ему Ахмад. Аль-Хайсами и Ахмад Шахима звали его достоверным. Иоаннас, ради Аллаха, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, судный час не наступит до тех пор, пока не начнутся повсеместные дожди, из-за которых на земле исчезнет растительность. То есть мы знаем, если постоянно лить воду, растение тоже вредит. Она сгниет и просто вымоет эту растительность из земли. И вот такие дожди будут лить, которые будут вымывать растительность. И кто занимается сельским хозяйством, знает. Если ливень идет, идет не остановишь, то он вымывает вообще. После него ничего нет, никаких семян, ничего, никаких всходов. После него уже нет пустая голая земля. 48 признак. Появление золотой горы. Абу Хурайра, ради Аллаху алейхи вассалям, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, судный час не наступит до тех пор, пока не разойдется Ефрат. Это река, Ефрат. А на его месте не появится золотая гора. Люди будут сражаться друг с другом за это золото. И 99 человек из каждого ста погибнут. При этом каждый из них будет говорить, возможно, именно я выживу. Это хадис спираль Бухари, Муслим. То есть 100 человек, каждый будет думать, может быть, я буду этим самым сотым. Я выживу, и как раз таки 99 человек погибнет, сражаясь за это золото. И тут тоже шахы до хадиса разные. Уляма говорят, возможно, это будет черное золото, нефть, за которое сейчас в мире идут ожесточенные войны. Мы все видим, что это крестовые походы современные. Они в основном вызваны жаждой наживы. А что вызывает? Нефть. В исламских землях есть нефть, и туда идут крестовые походы за нефтью. Но другие горы отвечают, что нефть не является золотом. Православа Салям буквально сказал золото, а нефть не является золотом. Из нефти не вырастает гора. Золотая гора появится только на реке Ефрат. Они вот такие аргументы приводят, что это не будет нефтью. При появлении золотой горы люди начнут сражаться друг с другом. Вот. Что именно когда эта гора откроется, тогда люди начнут сражаться. А мы видим, что сейчас уже идут войны из-за этой нефти. И крестовые походы именно на этом направлены. Абу Хурай ради Аллаху Анху рассказывал, что посланник Аллаха Саллаху Алейхи Васалям сказал, Близок тот час, когда разверзнется, когда раскроется Ефрат. А на его месте появится золотая сокровищница. Пусть же каждый, кто окажется там, ничего не берет себе. Поэтому если Аллах так сделает по его велению, кто-то из нас окажется там, ничего брать не нужно, нужно оставить и уходить ради Аллаха. Вот тогда этот человек будет выигравшим, тогда для него будет благохадис, передал имам Аль-Бухари. Ну, наверное, на этом мы, иншала, закончим. Остальные там у нас осталось еще 15-16 признаков. Возьмем уже на следующую субботу и будем переходить к большим признакам.